Я хотела бы еще дополнить, что еще в 43-м году уже из Москвы было финансирование для построения нашего главного МАТЭ НАДАРАНА. Даже не после окончания войны, а уже в 43-м году было финансирование из Москвы. Что касается своего выступления, я еще хочу сказать, прежде чем я приступлю к докладу, я как армянка и как гражданка Республики Армения заявляю, что мне стыдно за выступление председателя надсобрания Республики Армения Алена Симоняна на конференции председателей парламентов государств членов ЕС в Испании 22 апреля. Мне также стыдно за послание премьер-министра Никола Пашиняна по случаю 109-й годовщины геноцида армян, в котором он предлагает преодолеть душевное потрясение от геноцида армян и соотнести восприятие геноцида армян с насущными интересами Республики Армения. Более того, он предлагает нам, потомкам вырезанных турками армян, прекратить поиск Родины. Есть лишь одно уместное слово – позор. И я, к сведению всего мира, заявляю, что армянский народ – это не Ален Симонян и не Никол Пашинян со своим гражданским договором. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, актуальны слова дважды героя Советского Союза, легендарного летчика штурмовой авиации военно-морского флота Нельсона Степаняна. На войне нет другой задачи, кроме как воевать. Праздники придут к нам после победы. Вообще, судьба Нельсона Степаняна удивительным образом отражает весь ход исторических событий нашей страны. Он родился в городе Шуши Елизаветопольской губернии, которая, как и Бакинская, Элеваньская, Тифлисская, Кутаисская, была частью Российской империи. Собственно говоря, именно эти губернии и стали будущими социалистическими республиками Советского Союза. Судьба обычного парня из далекого Шуши переплетена с судьбами миллионов граждан СССР, кто, сплотившись, единым фронтом громили фашизм. Тысячи и тысячи таких же парней от Белоруссии и Украины до Сибири и Забайкалия после ранения возвращались на фронт, чтобы продолжать громить врага. Люди разных национальностей, рожденные в разных уголках бывшей Российской империи, отдавали свою жизнь за свою родину с новым названием СССР, защищая ее теперь уже от потомков бывших интервентов. Увы, и сегодня усилия Запада направлены на уничтожение как России, так и бывших советских республик. И потому сегодня как нельзя актуальны слова Мельсона Степаняна. В разное время у человека бывает разное счастье. Сегодня оно заключается в том, чтобы как можно сильнее ненавидеть фашизм. Без такой ненависти невозможно победить врага. Этим девизом руководствовались и более 300 тысяч уроженцев Армянской ССР, ушедших на фронт, и 200 тысяч этнических армян, призванных на фронт из других советских республик, и более 100 тысяч армян, призванных вооруженные силы стран антигитлеровской коалиции. В эти страны их забросила горькая судьба после большого геноцида армян. И они хорошо помнили, кто именно помогал туркам наводить пушки на армян. Вот потому на всех полях сражений армяне дрались как львы, и не задумываясь отдавали свои жизни в борьбе против немецких фашистов. Пять за пятью советский солдат вместе с командованием оттеснял фашистов, освобождая родную землю. На слуху имена участников битвы за Москву Ивана Баграмяна и Михаэла Барсавяна, Саркиса Мартирусяна и Гайка Мартирусяна, уроженцев Елизавета Польской и Бакинской губернии Российской империи. Из 30 тысяч сынов армянского народа, участвовавших в Сталинградской битве, 10 тысяч сложили свои головы. И среди них уроженец Сюника, молодой политрук батальона Ваче Авакимов, посмертно награжденный Орденом Красной Звезды и Орденом Великой Отечественной Войны Первой степени. Ему было 29 лет. 100 тысяч армян участвовали в битве за Кавказ, 10 тысяч в Курской битве, 80 тысяч за освобождение Украины, где 30 тысяч погибли. 50 тысяч участвовали за освобождение Белоруссии, где погибли более 15 тысяч сынов армянского народа. Вместе с другими сынами советского народа тысячи армян освобождали Прибалтику, Польшу, Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Увы, в те тяжелые дни, когда каждый солдат был на счету, советское командование, одну из шести армянских стрелковых дивизий, 261-ю, было вынуждено держать на границе с Турцией. И поэтому, наряду с регулярными войсками, не оценим также и вклад партизанского движения в освобождение нашей Родины от фашистов. И здесь уместно перечислить имена армян, командиров партизанских отрядов. На территории Украины действовал партизанский отряд Сергея Арутюнянца. Отряд Арама Исов Сипяна воевал в составе партизанского соединения генерала Наумова. В Белоруссии сражалась партизанская бригада во главе с Хачиком Матывасяном. Отряд Артема Саумяна воевал в Ленинградской области. В Крыму воевал отряд Арама Тыряна. Отряд Андромика Малхосяна воевал в армянском районе Краснодарского края. Отряд Ашота Марабяна воевал в Литве. Наряду с партизанским движением на территории Советского Союза в странах Европы также создавались гриды сопротивления, куда вливались армяне, спасшиеся от турецкого ятавана. Во Франции действовал 1-й советский партизанский полк во главе с полковником Александром Казаряном, в рядах которого сражалось более 2000 партизан, и из них 1200 были армяне. Поэт Мисак Манушьян возглавлял одну из секций французского сопротивления, свободных стрелков и французских партизан, став национальным героем Франции. В Греции во главе с Бабкеном Нарсисяном воевал партизанский отряд «Свобода», в рядах которого сражалось более 1000 армян. Велик вклад советских разведчиков в борьбе с фашизмом, и среди них в историю разведки золотыми буквами вписан подвиг группы Геворка Вартаняна, раскрывшей план фашистов по ликвидации главгосударств участников Тегеранской конференции в апреле 1943 года. Рядом с Геворком всю жизнь была его боевая подруга Гуар Вартанян с псевдонимом Анита. Осознавая, что фашизм можно победить только сообща, создавались общества дружбы с Советским Союзом в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Греции, в Болгарии, в Сирии, Ливане, Египте, Эфиопии, Иране и ранее ряде других стран. Причем зарубежные армяне не только морально защищали Мать-Родину, но и оказывали материальную помощь Красной Армии. Именно в переломный момент декабря 1942 года, когда фашистами были захвачены места компактного проживания армян Крымский полуостров, Краснодарский край, Ростов-на-Дону, а в районе Сталинграда и в самом городе проходили ожесточенные бои, армянская апостольская церковь решила помочь Красной Армии. Уже в январе 1943 года местоблюститель ичмиатинского патриаршего престола архиепископ Геворг Черегчан обратился во всей епархии армянской апостольской церкви, расположенной в разных странах, с призывом организовать сбор средств для защиты Отечества. На собранные деньги была создана танковая колонна, которая была названа в честь героя армянского эпоса Давида Сосунского, причем первым ценный дар сделал сам архиепископ, передав бриллиантовую панагию, один из символов армянских католикосов, а также и перечислив крупную сумму избережений святого ичмиатина. На одной стороне башни танков было по-армянски написано «Сосунский Давид», а на другой по-русски «Давид Сосунский». В конце марта 1944 года колонна поступила в 119-й отдельный танковый полк, воевавший в составе 2-го Прибалтийского фронта. Особую доблесть танкисты проявили во время освобождения белорусского города Полоцк в ходе операции «Багратион». 20 тысяч воинов-армян сражались в рядах армии США, 30 тысяч – в рядах армии Франции и Великобритании. В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена нетускнеющей славой мужественных воинов. Это слова маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Более 66 тысяч армян были представлены к различным государственным наградам. 27 из них стали полными кавалерами Ордена Славы, что равносильно званию Героя Советского Союза. 60 генералов-армян осуществляли командование на всех фронтах войны. Среди них трое командующих армиями и трое командующих корпусами. По окончании войны еще 83 офицера получили генеральские звания. В годы Великой Отечественной войны 107 солдат и офицеров маленькой Армении были удостоены почетного звания Героя Советского Союза. Дважды героями стали Иван Баграмян и Мерсон Степанян. У Армении сегодня нет выхода к морю. Но сын Армении, Ованес Исаакян, стал адмиралом флота Советского Союза. Свои имена в летопись Армении вписали и маршал авиации Сергей Худяков, Арминак Хамфирянц, и маршал инженерных войск Сергей Аганов, и выходцы из одного и того же села Чардахлу, главный маршал бронетанковых войск Хамазас Бабаджанян, и маршал Советского Союза Иван Баграмян. Во всем мире не отыскать такого села, как Чардахлу. Оттуда ушли воевать 1250 сельчан. Из них двое стали маршалами, 12 – генералами, 57 – полковниками, а семеро – героями Советского Союза. Вместе с тысячами бойцов Красной Армии из различных сел и городов они освободили от коричневой чумы и свою страну, и европейские столицы – Варшаву, Прагу, Вену, Бухарест. Многие окончили свой славный путь в самом логове фашизма – Берлине. Среди них бойцы прославленной Таманской дивизии, получившие это почетное звание 9 октября 1943 года за отличные боевые действия при освобождении Таманского полуострова. Они в самом Берлине, прямо под стенами поверженного Рейхстага, оттоптали немецкую землю исполнением древнейшего армянского танца единения «Кочари», восходящего ко временам их праотца Хайка. Они топтали не только землю фашистов, они топтали землю тех самых немецких инструкторов, которые в годы большого геноцида помогали туркам наводить орудия на посмевших обороняться армян. Увы, из-за политики Горбачева и неуемных желаний руководства Азербайджана, потомки двух маршалов, 12 генералов, 57 полковников и семи героев Советского Союза из села Чердахлу, общим числом более 300 семей, были вынуждены покинуть родные очаги, оставить кладбище своих родных, где руками вандалов перевернуты все могильные кресты и плиты. А со стен музеев славы героев Великой Отечественной войны содраны все экспонаты. В 88-м году в армянском Ганзаке, это советский Кировабад, а сегодня Гянджа, толпа современных вандалов снесла и протащила по главной улице Кировабада, проспекту Ленина, бронзовый бюст маршала Баграмяна, установленный напротив здания техникума, в котором Баграмян учился в молодые годы. Почерк вандалов одинаков везде. Сносятся памятники и советскому полководцу, маршалу Георгию Жукову, и маршалу Ивану Коневу, и герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину, и российскому полководцу Александру Суворову, и военачальнику Михаилу Кутузову, и императрице Екатерине II, и ученому Михаилу Ломоносову, и поэту Александру Пушкину. На Нюрнбергском процессе свидетельства директора государственного эрмитажа, академика-востоковеда, этнического армянина Иосифа Орбели, стали доказательством умышленного уничтожения фашистскими вандалами культурных ценностей. Без сомнения, будет новый Нюрнберг, и неонацисты наших дней тоже будут осуждены за свои деяния. И на земле многострадального Донбасса, и на земле многострадального Арцаха, и на земле бывшей Югославии, и на землях бывших советских республик, Белоруссии и Украины в 1941 году, первыми принявшими на себя весь удар фашистской машины, ибо Бог всегда на стороне сил добра и света. В России во славу Господа нашего Иисуса Христа воздвигнут величественный и неповторимый главный храм вооруженных сил Российской Федерации. В его пропорциях зашифрованы значимые цифры 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Да, это христианский храм, но он является духовным символом для всей России, в которой веками бок о бок жили люди разных народов и конфессий. В Великую Отечественную войну не кто-то один, а весь советский народ одержал победу над фашистской нечистью. Сегодня многоголовый дракон с именем нацизм снова поднял голову, и только сообща, как и годы назад, сплотившись в единый кулак, мы сумеем победить дракона тьмы. Амэн муд гишэш унилу сабац. Мрак ночи разрывают лучи рассвета. Пусть лучезарный свет святого Ичми Ацина коснется сияющих куполов главного храма вооруженных сил Российской Федерации, и пусть, резонируя, искрась и переливаясь, слившись в единый поток света, они укажут нам путь к новым славным победам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ